Всем большой привет! Сегодня готовлю селедку под шубой с желатином. Готовят и оформляют этот салатик по-разному. Сегодня я предлагаю приготовить с желатином. Вкус у такой селедки под шубой, честно говоря, совсем не отличается от обычной классической шубы. Но вот подача его в виде тортика может удивить и это очень удобно. Можно его с легкостью разрезать от под сольные кусочки и он не потеряет форму. Сельдь слабосоленую разделим на филе и нарежем кубиками. Вес филе у меня 230 грамм. Луковицу разрежем кубиками. Чем мельче, тем лучше. Добавляем 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Перемешиваем и немного помнем лук. Оставим замариноваться на 5-10 минут. Овощи отварим и дадим остыть. Вес очищенных овощей у меня по 200 грамм. Натрем овощи на крупной терке. И натрем на крупной терке 2 отварных яйца. К подготовленной сельде добавляем маринованный лук и тертые яйца. Подготовим желатин согласно инструкции на пачке. У меня желатин быстрорастворимый. Наливаю в стакан горячей воды 50 мл и добавляю 10 грамм желатина. Перемешиваю до растворения и даю ему немного остыть. Для приготовления нам потребуется 250 грамм майонеза. Можно взять покупной майонез. Я готовлю домашний. Как раз получается 250 грамм. Смешиваю половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара с 1 столовой ложкой сока лимона. В банку наливаем 180 мл растительного масла. Вливаем соль с сахаром и соком лимона. Добавляем 1 чайную ложку горчицы. Разбиваем одно яйцо так, чтобы желток обязательно был целым. Опускаем блендер так, чтобы желток был под блендером и взбиваем до нужной вам густоты. По времени занимает примерно секунд 15-20. Майонез готов. Теперь к майонезу добавляем подготовленный желатин и перемешиваем. Соус готов. Разделим соус по ингредиентам и смешаем. Получается примерно по 2-2,5 столовой ложки. Собираем салат. Подходящую посуду застелим пищевой пленкой. У меня объемом 2,5 литра. Первым слоем кладем свеклу. Вторым слоем распределяем морковь. Третьим слоем кладем сель с луком и яйцом. Четвертым слоем кладем картофель. Закрываем форму пищевой пленкой и убираем в холодильник до полного застывания на 3 часа. Теперь переворачиваем на блюдо и украшаем по вашему желанию. Я украсила листиком петрушки и майонезом. Такой салат хорошо держит форму и на вкус он даже нежнее и мягче, чем обычная селедка под шубой. Можно сделать порционно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok